Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, мы с вами сейчас уделим несколько минут времени, чтобы оценить фундаментальную картину, сложившуюся за последний торговый день, он же по совместительству еще и первый. Впереди у нас по-прежнему очень много позитивных ожиданий по макроэкономическим событиям, отчетам американского происхождения. Мы ждем, когда же американец реабилитируется, поскольку есть еще у него очень много преданных сторонников и людей, которые фундаментально видят в нем очень большую силу. Надеюсь, что среди вас есть те, кто разделяет такую же позицию. Вы тоже видите много фундаментальных событий, которые просто невозможно не отыграть, кроме как не через рост этого актива. Плюс ко всему, у нас есть сигналы ФРС, американского регулятора по перспективам изменения денежно-кредитной политики, не хватает, возможно, еще одного звена в этом общем фундаментальном пазле. Это необходимая реформаторская, но только стимулирующая риторика со стороны президента США Дональда Трампа. Пока ее нет. Хотелось бы мне сказать, что это не так, но, собственно, ее отсутствие – это общеизвестный факт. Если мы даже ссылаемся, опять же, на какие-то дополнительные формулировки, либо обсуждаем решительность со стороны новоиспеченной администрации, мы говорим только об усилении протекционизма, либо вероятности того, что это произойдет. Неприятная, конечно же, тенденция, потому что уже завершаем с вами март, надеялись еще раньше услышать больше конкретики по налоговой реформе, либо хотя бы увеличению бюджетных расходов. Пока этого нет. Но будем надеяться, что американский регулятор сбалансирует недостающий позитивный фон, более жесткой монетарной политикой, которая, в принципе, уже была анонсирована на прошлой неделе в качестве той, которую нам стоит ожидать. Но обо всем давайте поподробнее. Начнем мы, как всегда, с рынка нефти. Клосс вчерашнего дня 51,69. Минимальное значение было на уровне 51 доллар за баррель. Сейчас чуть повыше торгуемся, 51,85. Можно сказать, что котировки продолжают находиться в непосредственной близости от поддержки в 51 доллар за баррель. И мы видим, как трейдеры потихоньку, постепенно, последовательно, можно даже сказать, монотонно избавляются от длинных позиций, поскольку разделяют позицию скептиков, а также не верят и сомневаются в том, что сделка ОПЕК будет эффективна, поскольку уже есть, опять же, масса статистики со стороны США, указывающие на то, что только один этот регион может вообще подорвать все усилия, свести к минимуму вот этого энергетического пакта. Напомню то, что он был заключен впервые с 2001 года, в конце 2016 года. Его цель – сбалансировать рынок нефти, восстановить баланс спроса и предложения. Но что-то пошло не так, потому что уже март завершается, то есть половина пути этого соглашения, поскольку оно было обозначено сразу до конца первого полугодия 2017 года, половина пути пройдена. Но рынок не решил проблему. Рынок далеко не в балансовом состоянии, а в прежнем, скажем, в прежнем состоянии перенасыщения. И мы понимаем то, что запасы, которые, в принципе, должны были уже в глобальной мировой экономике снизиться, они, напротив, продолжают расти. И не просто расти. По отдельным регионам мы констатируем исторические, рекордные, абсолютные максимумы, как вот в США. Запасы, которые превышают 528 миллионов баррелей. Сделка, которая должна была обеспечить рост черного золота выше 60 долларов за баррель, сейчас уже не так уж и эффективна. И трейдеры потихоньку смещают акцент своего внимания на те статистические отчеты, которые усиливают вот этот медвежий настрой. США у нас, Бейкер Хьюз, статистика за, собственно, прошлую неделю, плюс 14 штук нефтяных терминалов, общее количество 631. Это максимум уже практически за полтора года. Объемы добычи непременно будут расти. Запасы тоже, скорее всего, будут увеличиваться на фоне высоких показателей импорта, экспортной поставки, также на исторических максимумах. Есть еще один фактор, который усиливает этот медвежий настрой. Мы давненько с вами не говорили про Ливию. Так вот, последние, актуальные, свежие комментарии указывают на то, что Ливия в ближайшие дни сможет восстановить контроль над основными нефтяными портами, что может увеличить предложение поставки, поскольку Ливия тоже регион, который исключен из обязательства ОПЕК по ограничению производства, не участвует в этой сделке. И опасения трейдеров абсолютно оправдны, потому что основные нефтяные хабы, терминалы Ливии, имеют производственные мощности на 600 тысяч баррелей экспортных поставок в сутки. Вот вам еще один медвежий сигнал, который ни в коем случае не нужно игнорировать. Сам ОПЕК прекрасно понимает то, что сделка оказалась неэффективна, поэтому вот последние дни мы с вами периодически слышим комментарии о том, что на Венской встрече нефтяников, которая состоится в мае, могут быть подняты вопросы о поддлении действия этого соглашения. Но, вы знаете, мне кажется, то, что на фоне роста добычи нефти США, на фоне общего скепсиса в отношении этой сделки, а также учитывая факт, абсолютный факт несоблюдения многими, не отдельными, а многими странами условий взятых на себя обязательств по этой сделке, скорее всего, это соглашение продлено не будет. Поэтому приоритетными сделками остаются продажи. Будем еще следить за локальной статистикой. Сегодня у нас поздно вечером в 23.30 отчет Американского института нефти по запасам. Может быть очередной прирост. Завтра очередной прирост также может быть подтвержден уже официальными цифрами. Если мы увидим это, а также получим подтверждение роста добычи очередного, в чем я не сомневаюсь, полагаю, то, что нефть получит очень хороший повод для того, чтобы пробить поддержку 50 долларов за баррель. Ну и про доллар не забывайте. Последняя слабость, безусловно, оказывала поддержку нефти. Но ведь ничто не вечно, поэтому вполне прогнозируемый в ближайшее время слом микротренда, то есть восстановление американцев, возвращение к траектории роста может обеспечить дополнительным импульсом, коррекционным и рынок черного золота. Нет, снижается. Давайте тащить инструменты еще ниже. 57.40 рубль против доллара. Мы уже вчера говорили о том, что сомнительная такая котировка. Непонятно, где был найден этот позитив. Фундаментальный, макроэкономический, национальный. Но его как такового в целом нет. Это отдельные отчеты, может быть, показывают прогресс. Но статистика по ВВП, опять же, указывает на то, что риски и цессии по-прежнему велики. Плюс ко всему, я думаю, что те, кто следит за рублем и за новостным фоном по России, вчера наверняка слышали комментарии монетарного руководства о том, что курс рубля как минимум сейчас переоценен на 10%. Я считаю то, что это, скажем, правильная оценка потенциала девальвации. Более-менее, с учетом текущих цен на нефть. Сейчас рубль должен был котироваться против американца в районе 61-62. Но для того, чтобы мы смогли все-таки увидеть с вами эти уровни, нам сейчас нужно миновать налоговый период в России, который традиционно оказывает поддержку рублю. Это незначительный период, который быстро проходит. Надеюсь, что к этому моменту еще и медведи соберутся силами по рынку нефти, чтобы затащить инструмент ниже 50 долларов за баррель. Ну и будем ждать по рублю против доллара, как минимум сопротивление 60. Дальше идем. Доллар против японской иены. Здесь по-прежнему мы видим, как доллар является ведомым инструментом за доходностью американского долгового рынка. Трежери снижаются. Честно говоря, удивительная тоже динамика сопоставить с той, которую мы сейчас видим по рублю. Вроде бы как новостной фон указывает в пользу того, что эти бумаги должны сейчас по доходности подрастать. На самом деле мы видим снижение уже, по-моему, минимум за последние два месяца. 2,47. Десяти летки сейчас торгуются. Что касается новостного фона, не буду повторяться по поводу прошлого заседания ФРС. Вы помните, что вывод мы сделали простой. Этот вывод базируется не на субъективном мнении лично моем, а просто на повторение того, что сказала Джанет Йеллин. То, что повышение процентной ставки – это вопрос уже. Последующих заседаний они будут уместны, и ФРС будет уже зачать политику в соответствии с текущими ожиданиями и экономической картиной. Я вам вчера предложил обратить внимание на комментарии представителя американского регулятора, потому что статистики на неделе, как таковой, важной, по сути, не будет. Но будут выступления тех представителей ФРС, которые отвечают за решение дальнейшего повышения процентной ставки. В частности, вчера выступал Чарльз Эванс, который был чрезмерно, опять же, оптимистичен в своей риторике. Очень много комплиментов было сделано американской экономике. Подтвержден прогресс американского рынка труда. То, что этот сектор восстанавливается. Эванс не сомневается за то, что достигнет максимального показателя занятости. Те же самые шаблонные фразы, которыми постепистрил не так давно Джанет Йеллен, да и, в принципе, все монетарное руководство американского регулятора. Но что важно? Важно то, что Эванс видит возможности для трех повышения процентной ставки в этом году. И в ходе последующих заседаний он лично будет нажимать на кнопку, либо поднимать руку, не знаю, в каком формате там идет окончательное голосование, то, что ставку нужно повышать. И, опять же, на вопрос о том, не считает ли он то, что инфляция может выйти за пределы установленной цели в рамках США, он отметил то, что, конечно же, учитывая последние цифры 2,7, максимальное значение с 2012 года, она уже вышла за пределы цели. Но инфляции очень легко манипулировать. Для того, чтобы манипулировать инфляцией, нужно повышать ставки и нужно делать валюту более дорогой. Это, мне кажется, бальзам, наверное, такой словесный для тех, кто ждет поддержки для доллара, потому что он сказал прописную истину, очевидную, понятную для всех, но для всех, кроме самого американца, самого доллара, потому что он даже, несмотря на такие комментарии, пока еще отказывается от интересного для нас роста. Другой, второй представитель ФРС, Харкер, также отметил, что повышение процентной ставки вполне возможно. Ну, позиция даже более, наверное, жесткая, поскольку были намеки даже на 4 повышения процентной ставки. Подтвержден факт того, что траектория роста процентных ставок должна быть более кривой в соответствии с нашими с вами ожиданиями, друзья. Сегодня у нас выступают Дадли в 14.00 по московскому времени и уже ночью, со вторника на среду, послушаем, что скажет Лоретта Мейстер по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Думаю, что тоже нас ожидают жесткие комментарии. Надеюсь, что американец начнет потихоньку уже дисконтировать этот потенциальный рост текущей котировки по USD и иене у нас 112.71. Отступили мы от минимума, который был на отметке 112.25. Но даже несмотря на наличие всех фундаментальных предпосылок, я думаю, что американец против иены еще краткосрочно может скорректироваться до отметки 112. Пока это краткосрочная цель. Для долгосрочных инвесторов все без изменений. По-прежнему ждем сопротивления 115. Евро против доллара получило поддержку на статистике по индексу цен производителей, поскольку этот отчет является предвестником инфляции, и он сейчас на максимальном значении с 2011 года. Плюс ко всему Бундесбанк, который является ярым противником действующих экономических стимулов, снова призвал ИЦБ задуматься о целесообразности выхода из программы количественного смягчения. До этого Драги уже признавал позицию Бундесбанка, такую критическую для тех действий, которые принимаются европейским регулятором. Но в то же время Драги выступил с критикой в адрес тех, кто настаивает на сворачивании QI, потому что это программа количественного смягчения и обеспечивает сейчас хоть и скромные, но все-таки показатели экономического восстановления. Поэтому, если ссылаться опять же на системные факторы и ожидание того, что будет с евро, конечно же, евро будет системно слабеть против доллара на все тех же самых основаниях. Но рост даже, я сейчас, конечно же, связал с хорошей статистикой. Но европейская валюта, в принципе, уже давно плюет на макроэкономический фон, на релизы европейского происхождения для евро. Очень многое значит поведение доллара. Пока американец у нас не вернет свои прежние позиции, мы будем наблюдать полученные терезки евро. Но как только разворот по той же самой паре доллара японской иены произойдет, как только доходности американских бумаг начнут расти, евро тут же полетит вниз, как минимум, к поддержке 1,05. Фунт против доллара – это главный сейчас актив, на который стоит обращать внимание, потому что с другими инструментами все более-менее из новостей ясно. А вот фунт в преддверии выжидания инициирования 50-й статьи Лиссабонского договора, которая может быть введена в действие 29 марта, то есть это уже следующая среда. Как торговать? Да неясно, как торговать. Как отреагирует фунт на факты инициирования этой статьи? У нас нет опыта, чтобы, скажем, соотнести с текущей реалией и сказать, что реакция может быть такой. Но я предлагаю разделять позицию фундаменталистов, которые делают акцент на то, что до сих пор неясно, сможет ли Англия сохранить доступ к единому европейскому рынку, и до сих пор неясно, сможет ли она удержать и сохранить доверие институциональных инвесторов. В связи с этим фунт просто обязан находиться под давлением, которое будет значительно. И первое испытание на прочность ему придется пройти как раз 29 марта, либо раньше, то есть в тот момент, когда будет введена в действие эта самая статья. Не забывайте также еще и про макроэкономический фонд. Данные по инфляции указывают на то, что она продолжает расти. Уже, возможно, вошла в стадию неконтролируемого роста на прошлой неделе. Банк Англии касался темы того, что она может угрожать потребительской активности. Месяц назад Карни также отметил то, что если инфляцию не обуздать, то есть возможность, что ВВП не доберет к концу этого года 0,2-0,4%. Вот в этом диапазоне. Сегодня у нас есть возможность с вами убедиться в том, повлияла ли инфляция на потребительскую активность. Потому что сегодня в 12.30, то есть буквально через 2,5 часа, выйдет отчет по индексу потребительских цен в Англии. В случае очередного роста, я думаю, что фонд начнет быстро слабеть. Это вот хоть и логичная, но на мой взгляд самая оправданная реакция, которую мы сейчас можем получить по британцу. Мы сейчас наблюдаем то, что пара фунт-доллар находится под давлением, но здесь уже скорее даже больше вот эти риски. Фундаментальное осознание того, что 29 марта это не когда-то там далеко, это уже совсем скоро. И возможно это как раз тот самый фундамент, который сможет позволить нам затащить фунт против доллара, как минимум в поддержке 1.21 или 20. Новозеландский доллар против американца сегодня предвкушает молочный аукцион. По данным фьючерсных контрактов, скорее всего, цены снова просядут примерно на 5%. Если это так, то совокупное годовое снижение будет уже 20%. Резюмируем. Последний показатель слабый по экономическому росту на прошлой неделе. Раз провальные молочные аукционы, два. И провальное и удручающее состояние рынка недвижимости. Поэтому риторический вопрос, будет ли Резервный банк Новой Зеландии намекать на смягчение экономической политики. Ответ хоть и не требуется, но очевидно, конечно же, будет. Если это так, то новозеландец нужно продавать. Но австралиец не смог зацепиться за сопротивление 0.77, хотя сейчас котировки чуть повыше. Но видим, как ему трудновато уже идти вверх, поскольку понимает, что фундаментально-то он еще слабый инструмент. И очень много рисков, которые есть впереди. Единственное, что сейчас не хватает для того, чтобы обвалить австралийца, это бодрого доллара. Но, как я уже отметил и не буду повторяться, эта ситуация может измениться в прямом смысле в любой момент. Из важных событий сегодня в 12.30 ждем инфляцию по английской экономике. В 14.00 выступление Дадли, в 15.30 ироничные продажи в Канаде. Думаю, что еще один статистический релиз, разочарование, и еще один стимул для движения пары USD-ката к уровню сопротивления 1.34. И поздним вечером, можно сказать, ночью выступление Лоретты Мейстер. Кодовое слово на сегодня. Перекупленность. Величина бонуса 14%. Действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Собственно, друзья, на этом все. Огромное всем спасибо, кто смог присутствовать в прямом эфире. Надеюсь, что информация была вам полезна. Не забывайте то, что я с огромным удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Задавайте их на форуме о маркетинге, а еще лучше на канале на YouTube. Прямо под, соответственно, актуальным видеовыпуском, видеобрифингом, который будет выложен на канал буквально через 10-15 минут после того, как мы с вами закончим. Помимо этого, не забывайте ставить лайки. Я буду вам за них очень искренне благодарен. Ну, а на этом все. Хорошей вам удачной, прибыльной торговой сессии. И, как и всегда, не забывайте, что первонаперво нужно контролировать риски. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok